Дорогие друзья, рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня мы с вами поговорим о самых-самых последних и достаточно острых событиях. Начну я как раз таки с того, что произошло в Татарстане. Итак, сразу пойду по новостям. В Казани массово увольняются кондукторы общественного транспорта. Они стали самой ненавистной горожанами прослойка общества, на которую вывален весь негатив от обязательного внедрения поездок только по QR-кодам. То есть мы с вами пришли к тому, что в Татарстане, в Казани, на весь общественный транспорт введено обязательство предъявления QR-кодов. Также в сети ходят видео, где женщина заявляет, что она не будет, она отказывается работать, потому что люди предъявляют проездное. Она говорит, как я высажу людей, когда они оплатили мне проезд. Я не хочу, я не буду этим заниматься. Кондукторам в лицо брыжут перцовкой. Зафиксированы случаи рукоприкладства. Дешевые смартфоны контролеров не всегда справляются с функцией проверки QR-кодов. Те кондукторы, что еще не отказались работать, только за первую половину дня высадили из наземного транспорта 786 пассажиров без QR-кодов. В метро не пустили 244 пассажира. Пятеро слишком буйно возмущавшихся доставлены в полицию. За допущенный без QR-кодный проезд на перевозчика накладывается штраф до 500 тысяч. Сами же граждане без сертификата рискуют попасть на штраф до 30 тысяч рублей. Но вот очень интересный момент, друзья. Оказывается, в Казани, это один из, ну, просто считанных по пальцам городов, в котором весь транспорт, как я узнала, поправьте мне, если я ошибаюсь, но вот я это читаю из данного источника, оказывается, весь транспорт муниципальный в этом городе, то есть государственный. Получается, что государство же не может штрафовать само себя, если вдруг найдет в каком-то автобусе, значит, действительно несоблюдение правил. В любом другом городе, вот как пишет данный, значит, автор статьи, с частными перевозчиками, да, то есть с частными линиями, этот самый QR-эксперимент заранее обречен на неудачу. Почему? Потому что частники не будут заморачиваться с проверкой QR-кодов, а если власти надавят, просто объявят забастовку и не выйдут на линию. Но происходящее в городе уже называют QR-коллапсом. На линии стоят автобусы, троллейбусы, трамвай, то есть весь город встал. Возмущены даже вакцинированные граждане. Зафиксированы сотни опозданий из-за транспортного коллапса. Другая статья. Перцовый баллончик и сломанный нос. Кондукторы Казани пострадали от агрессивных пассажиров. В Казани на нескольких автобусных маршрутах пассажиры напали на кондукторов из-за проверки QR-кодов. Как рассказали в ассоциации АТП, утром в автобусе номер 31 около станции метро Аметьева пассажир в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора и брызнул глаза перцовым баллончиком. В результате пришлось вызвать скорую и полицию. Как рассказал председатель ассоциации Сергей Темляков, кондуктор сейчас в отделении полиции пишет заявление. В соцсетях также сообщают, что в 43-м автобусе мужчина сломал кондуктору нос. Инцидент произошел вчера. Молодой человек протянул чужой, проездной, а когда его попросили оплатить проезд по карте или наличными, он начал угрожать. Затем пассажир стал ругаться и ударил кондуктора по лицу. В результате женщину госпитализировали в седьмую горбольницу с переломом носа и затекшим глазом. В общем, творятся действительно страшные вещи. Людей сталкивают просто лбами друг с другом. Все в агрессии, все в гневе. Это не страна, а это какой-то сгусток злости, ненависти. Страха всего вместе. Понимаете, что творят с нами, с народом? Что вообще происходит? Во что нас превращают? Просто на глазах день от дня мы превращаемся в каких-то диких собак, диких псов просто-напросто. Кидаемся друг на друга. Сами же друг у друга эти QR-коды проверяем. И сами друг на друга кидаемся. И самое интересное, что в свете этих событий Всемирная организация здравоохранения вдруг выдает просто такой перл. Значит, на сайте ТАСС 19 ноября мы видим статью под названием ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдауна. Официальный представитель организации Фадела Шаиб также отметила, что вакцинация не должна быть обязательной. Итак, Женева, 19 ноября, государства сами определяют меры реагирования на пандемию коронавируса, однако при этом необходимо учитывать воздействие этих шагов на права человека. Об этом заявила в пятницу в брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб, комментируя по просьбе журналистов, действующий с 15 ноября в Австрии, жесткий локдаун для всех невакцинированных людей, которые не были привиты и в общем-то сейчас их права ограничены, а также решение австрийского правительства о подготовке к введению в 2022 году обязательной вакцинации. Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу инфекции, сказала Шаиб, добавив, что эту работу необходимо осуществлять, базируясь на оценке собственной национальной эпидемиологической ситуации. Она дала отрицательный ответ на вопрос о том, должна ли вакцинация с точки зрения ВОЗ быть обязательной. Но вместе с тем, по ее словам, вопросы иммунизации решаются внутри национальной сферы государства, государства сами принимают решения. Говоря о позиции ВОЗ относительно локдаунов, Шаиб пояснила, применение того, что называют селективным локдауном в отношении специфической группы людей, а не всех остальных групп, имеет определенные этические последствия и последствия для прав человека. Да что вы говорите? Вдруг нам ВОЗ говорит о правах человека, об этике, об этических нормах. Вы представляете, что творится? Оказывается, ВОЗ теперь уже встал даже практически на сторону людей, но она как бы умывает руки. То есть, с одной стороны, вы сами разбираетесь, и да, государства сами должны решать все внутри страны, значит, в зависимости от их эпидемиологической ситуации. Но, значит, мы вот как ВОЗ все-таки считаем, что нужно соблюдать эти этические нормы и права человека. То есть, вот так как-то очень, знаете, двояко. То есть, на двух стульях мы сядем. Все действительно зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране. Но при этом нужно иметь в виду, что селективная вагнана окажет определенное влияние на этическую сторону и на права человека. Извините, какая здесь у нас этическая сторона? Как вообще, какая этика, когда в России люди дубасят друг друга? Женщине сломали нос, значит, все просто грызутся и дубасятся в этих автобусах. В Австрии, посмотрите, обязательная вакцинация, большие штрафы также даже за пропущенный третий укол. Значит, тех, кто откажется от первой вакцинации, могут заставить заплатить до 3600 евро с февраля 2022 года. 3600 евро – это примерно три средние зарплаты в Европе. Значит, штрафы предназначены не только за общий отказ от вакцинации. То есть, практически, в общем, не хочешь вакцинироваться, платишь 3600 евро. За отсутствующую ревакцинацию следует заплатить 1450 евро. По крайней мере, это то, что предусматривает проект обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп и на что правительство ориентируется в разработке всеобщего обязательства. То есть, вот с одной стороны мы видим вот такие вещи, планируются или уже введены, а с другой стороны нам говорят об этике, морали и, значит, правах человека. Ну, с чьего посыла вообще все это началось, простите меня. Вся заварушка у нас началась. А теперь они, значит, говорят, нет-нет, ну как, мы здесь ни при чем, мы вообще считаем, что надо соблюдать право человека, а вы там разбирайтесь сами. Ну, а для наиболее возмущенных, для тех, кто решит вдруг выйти побунтовать, не дай бог, вот посмотрите, какой шикарный агрегат только что изобрели и собираются внедрить в Россию. Итак, для Росгвардии создали робота, умеющего разгонять митинги. В России ученые создали гусеничного робота, основной целью которого будет разгон уличных несанкционированных митингов и происходящих беспорядков. Новшеством поделились сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Проект гусеничного робота-черепахи для Росгвардии сможет подавлять уличные беспорядки. Он будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстро твердеющей пеной. Передает информацию РИА Новости. Также робота нельзя будет перевернуть. В модели есть две модификации. Одна из них робот-оперативник, спроектирована, чтобы разгонять толпу и задерживать отдельно граждан. А вторая модель робот-щитоносец с функциями для установки заграждений. Размер роботов примерно по поясу человека. Они смогут развивать скорость до 60 км в час. Друзья, а теперь давайте с вами поговорим о том, что, в принципе, нас ожидает. Возможно, опять же, да, возможно. Потому что ничего не предугадано, ничего не предсказано, ничего не известно. Все зависит всегда, запомните, всегда от нас с вами. Посмотрите, пожалуйста, это фотография банкомата, вот где, значит, снимать деньги в Италии. Это банк Интеза Сан-Палу. Многие итальянцы и жители этой страны в нем держат свои сбережения. Так вот, сейчас, значит, этот самый банк, когда ты идешь снимать деньги в банкомате, на улице, где угодно, да, значит, в супермаркетах стоят эти банкоматы, чтобы снять деньги. Он предлагает вам, в общем, такую возможность через QR-код снять. То есть, не нужно даже карту вставлять. На данный момент этот QR-код можно получить на своем онлайн-сайте банка. И на нем хранятся, в общем-то, твои данные личные, да. Пока, естественно, это не тот QR-код, который относится к процедуре. Это QR-код, вот который на сайте твоего банка. Но, как мы с вами все слышали и прекрасно знаем, мы с вами уже это обсуждали. Вот, например, на сайте Сбера уже можно получить QR-код по прохождению процедуры. И кто нам сказал, что все это не будет в итоге через пару месяцев слито в один единый QR-код, да. Вот, значит, QR-код, который вам выдает банк для того, чтобы снимать деньги из банкомата. И те самые данные с того QR-кода, за который мы все сейчас воюем, да. Почему бы не объединить? Правительство решит, друг, а почему бы не объединить все это вместе? Мы же уже все это в одном банке держим. В Сбер у нас уже и QR-коды выдает, и, значит, все, все данные в Сбере уже, да, людей. Поэтому вполне возможно, что вот сейчас через банкомат можно через QR-код снять деньги. Но это еще как бы зачаточки, да. Кто нам гарантирует, что в итоге все не будет сниматься, все даже ваши средства только через те самые QR-коды. Потому что в один единый QR-код сведутся все данные, в том числе медицинские, и по прохождению процедур, и тестов, и всего чего угодно. И вот интересная, опять же, из Италии интересненькая новость. Марио Драги, президент Совета Министров, создает, работает сейчас над новым законопроектом. Значит, приближается эта реформа к тем, кто будет снимать наличные в разных банкоматах. Что сделает использование наличных для платежей все менее и менее удобным. Для тех, кто использует банкомат для снятия наличных по Италии, будет введен реальный налог. В настоящее время стоимость комиссии за снятие средств составляет 0,50 центов, 0,50 евро, а все это собирается в разы и разы повысить. И комиссия будет настолько высокая, что снимая деньги, просто будешь терять большие суммы. И получается, что людям просто будет невыгодно постоянно снимать деньги из банкомата и вообще наличка постепенно будет, конечно же, сходить на нет. И в общем-то все страны, как мы с вами уже это много раз обсуждали, готовят свою цифровую валюту. Вот в Китае есть цифровой юань, в России готовится цифровой рубль, цифровой евро тоже на подходе. И очень интересная и важная новость, шокирующая для меня лично, и я уверена, вы тоже поймете, она пришла из Китая. Значит, там уже вовсю вообще используется цифровая валюта. Я совсем до недавнего времени работала как раз-таки с азиатскими клиентами, которые оплачивали все практически через телефоны. Да, то есть у них все в телефонах, они все платят через свои там разные системы, у них есть Alipay, есть UnionPay, да, это вот на дистанции оплата, то есть телефон приложил. И у них даже есть свой чат, это своего рода WhatsApp, но в Китае WhatsApp нет, поэтому у них там называется это WeChat. И вот в этом мессенджере обыкновенном у них тоже есть способ платить, оплачивать, хранить там деньги и оплачивать. Вы представляете, если бы у вас в WhatsApp была возможность хранить деньги и оплачивать, вот у них это так. То есть они практически наличные в Китае, для них не существует. Все вот через вот эти вот системы. И вот, значит, та новость, которую я вам хотела сообщить, она очень важна. Значит, в Китае ходят вести о сроке годности цифрового юаня, что подразумевает возможность выключать электронные деньги после определенной даты. Таким образом, стимулируя граждан активнее тратить деньги во благо экономики. То есть мы узнаем, что оказывается цифровые деньги, цифровую монету, официальную монету, то есть это цифровой юань, это официальная монета государства, да. Значит, оказывается, их можно вот так по щелчку пальцев отключить. А что это значит, что неугодных, бунтующих, возмущающихся, значит, тех, кого поставили на учет за несогласие, оказывается, очень легко и просто им просто отключить их сбережения, если они будут вынуждены охранить свои сбережения в цифровой валюте. А ведь к этому все и идет, все идет к тому, чтобы все покупали все эти цифровые валюты и только через них оплачивали. Мы об этом с вами как раз говорили в ролике про, значит, создание метавселенных, потому что как раз-таки вот сейчас и президент говорил о метавселенных, о том, что мы переходим в эту эру, о том, что они запущены, что очень скоро, значит, всем раздадут способы в них войти, шлемы или что там, я не знаю, подключат к проводам. И вообще-то в этих метавселенных будет весь бизнес, где там уже себе расхватывают места продажи недвижимости, продажи брендов люксовых, да, и тому подобных вещей. Вот что все будет там, и там как раз-таки будет чисто цифровая валюта, никаких других там приниматься не будет. И, естественно, когда они все перенесут туда, поверьте, это не так долго, все развивается невероятно бешеными темпами, со скоростью света. То есть еще вчера мы думали, что это сказки, а сегодня уже метавселенные существуют, они запущены. У нас с вами не годы до этого, у нас месяцы до этого остались. И когда люди, если люди все это примут и действительно туда ринутся, в эти метавселенные, сбежав от этой грустной, несчастной реальности, то там будет очень легко им отключить все средства. Действительно, это так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok